Без ледянки или ватрушки сложно представить детскую прогулку зимой. Катание с горки – главное развлечение для юных северян, да и многие взрослые не прочь так позабавиться. Однако чаще всего в детский травмпункт обращаются именно после падения на ледяных горках. Еще дети нередко ломают руки и ноги на горнолыжных склонах и просто поскользнувшись на льду. Специалисты настоятельно призывают родителей контролировать такие зимние забавы. Я живу на Халате, но там очень крутой спуск. Дети катятся так, что просто врезаются, грубо говоря, в биражи, которые находятся ниже. И оттуда тоже неоднократно поступали детки, которые нуждаются в хирургическом лечении. Геннадий Лаврушин отмечает, что в прошлом году детских травм было значительно меньше. Статистика снизилась аж на 2000 случаев. На цифры, конечно, повлияла самоизоляция. В среднем ежегодно травмпункт областного клинического многопрофильного центра регистрирует около 10 тысяч обращений. Двум тысячам детей оказывают хирургическую помощь. Всегда родителям надо помнить о том, чтобы покупали достойную обувь на зимний период, потому что, казалось бы, падение с высоты своего роста, ну, ребенок подскользнулся, упало. Но падение на ягодицы всегда чревато компрессией позвонков. И потом дети длительное время до окончания роста наблюдаются у травматологов-ортопедов. Сейчас единственное в области отделение детской травматологии и ортопедии переполнено. 47 детей на 42 места. Травмоопасный сезон продлится еще месяца три, поэтому медики настаивают на родительском контроле всех детских активностей на улице. Лада Егорова, Борис Савельев, ТВ21+.